Что касается 194-го избирательного округа, по которому я баллотируюсь как независимый кандидат, то я его выбрал не случайно, поскольку к этому округу приписаны, если так можно выразиться, приписаны 2500 российских граждан, проживающих на Украине. На самом деле их куда больше, но вот так вот распорядились наши власти, и только 21 500 российских граждан, проживающих на Украине, имеют право голоса. Среди них и вы, моряки Черноморского флота, вы будете голосовать на своих избирательных участках, очевидно, на кораблях, и вы должны знать, что среди 17 вот этих вот кандидатов по 194-му округу я единственный человек, который побывал в Севастополе, который был в Крыму арестован несколько раз, и против меня по статье 114-й Уголовного кодекса Украины, значит, у возбуждено уголовное дело в подстрекательстве к нарушению территориальной целостности Украины. Что же такого я совершил? Вот перед вами преступник, казалось бы. Ну, а ничего, я просто выступил на митинге в Севастополе и Симферополе, и недвусмысленно, безо всяких пиняков заявил, что Севастополь – это гордость России, это город, за который пролиты просто моря и реки крови, и в 1854 году, и в 1941-1942 годах, и это город, который Россия не может просто так оставить, без того, чтобы навеки не осталась зияющая, кровоточащая рана в теле России, в ее сознании. То есть, это город-символ русской истории, это город, который лежит, как бы, это святыня нашей истории, нашего флота, и просто так оттуда мы не можем уйти без ущерба, на вечную, без вечной раны. Поэтому, если я буду, я надеюсь, что с вашей помощью я буду депутатом, стану депутатом Государственной Думы по 194 округу, я буду бороться прежде всего за подтверждение Государственной Думы российского статуса Севастополя. Вы знаете, что Верховный Совет России в свое время подтвердил этот статус. Далее я буду бороться за, неустанно, ежедневно, я буду бороться за то, чтобы Россия взяла на себя выполнение, не только ограничилась голосованием по поводу Севастополя, но взяла бы на себя выполнение отстаивания Черноморского флота, отстаивания российского города Севастополя за то, чтобы в действие были приведены вот эти все механизмы власти, все механизмы давления на Украину, дабы она не оставила в покое Севастополь. И Севастополь будет русским со мной в Думе, не сомневайтесь в этом. Это дело на самом деле чрезвычайной важности, и вот я считаю, что я, как никто другой, справлюсь с этим делом, потому что во всех остальных кандидатах, депутатах, всего их 17, значит, в остальных 16 депутатах я не замечал никаких особенных, никакого особенного желания вмешиваться вообще в дела Украины, Крыма или Севастополя. Спасибо.